Сначала втерся в доверие, потом оставил без машины. Житель поселка Узинка в прошлом году дал товарищу свой автомобиль марки МАЗ для перевозки груза. С тех пор машину больше не видел, а с товарищем встречается только в суде. А недавно случайно обнаружил автомобиль на Шроте. Как так получилось, разбиралась Ирина Вобещевич. Вот автомобиль, а кабина МАЗ, босс номер А38ЕМ, 123 регион Краснодарский край. Это автомобиль стоит на разборе. Сейчас в данный момент он находится в розыске. Мы сейчас будем писать заявление на то, что этот автомобиль угнан. А его разобрали здесь, оказывается, уже, пока мы по судам ходим. Вот он авторазбор, вот он Эндельс, вот эти кабины еще стоят. Анатолий Скокшин совершенно случайно проезжал мимо авторазбора и увидел свою машину. Вернее, то, что от нее осталось. Дело в том, что ищет он ее с сентября прошлого года. Перед тем, как отправился в рейс, а он дальнобойщик, закадычный друг попросил грузовик перевезти какие-то грузы. Ну а после перестал выходить на связь. В тот момент, когда я увидел свой автомобиль в разобранном состоянии, то есть одна кабина от него стоит, они даже госномера с нее не стерли дублирующие, у меня ноги подкосились, я в шоке был. Взять вот просто, взять у человека автомобиль и продать его на авторазбор. Я на этот автомобиль копил, зарабатывал, что-то даже занимал. И я был в шоке, просто в шоке. Машина не на казахстанском учете. К тому же обстоятельства передачи машины были уж очень сомнительные. Как так можно было самому передать постороннему автомобиль, а потом говорить о краже? Из-за этого и уголовное дело в полиции не завели, а советовали судиться. Тот, кто забирал машину, занял в суде позицию жертвы. Якобы у него ее украли. А до этого долго не объявлялся. Анатолий наивно полагает, что именно должность в Акимате Балхаша делает из его закадычного друга персону, которой все дозволено. Меж тем вышеупомянутые факты играют роль. После вчерашнего обстоятельства с обнаружением пропавшей машины, вернее ее частей, дело может тронуться с мертвой точки. Работники авторазбора написали, кто неизвестный, привез. Я им показал фотографию при сотрудниках полиции Думана, своего товарища. Они говорят, да, это он ее нам пригнал. Своим ходом, сам за рулем был на ней. Они написали объяснительную и написали, что, ну, эта машина, ну, то, что от нее осталось, не будет тронуто до конца с детства. Остается вопросом, как авторазборы принимают без документов собственника автомобиля, приехавшие на собственном ходу. Были на руках документы, все было. Российские документы, вы как знаете, российские документы, они хозяеваном россияне, получается, ну, там, не поймешь, кто хозяин. Это любую машину возьмите, российскую, она так будет выглядеть. Какой-то журнал, у вас регистрация или что это? Вы куда документы там подшиваете? Журнала нет, может быть, это было давно, наверное, утерялось. Ну, так бы, там ничего криминального мы не видели в этом. В департаменте полиции прокомментировали, что заявление от Анатолия Скокшина по факту обнаружения машины на Шроте зарегистрировано. Все обстоятельства, указанные в нем, выясняются. Ирина Вобещевич, Миржан Жумамуратов, Наталья Заяц, 5 канал.